В чебоксарских школах и детских садах заработала программа «Всеобуч». В ее рамках семьи могут проконсультироваться со специалистами, получить информацию о развитии своего ребенка. А если потребуется коррекционное сопровождение, записаться на дополнительные занятия. Оксана Замятина сегодня выясняла, к какому виду помощи чаще всего прибегают родители. Ване Сорокину всего три месяца, но в бассейне он чувствует себя вполне уверенно. О том, что в 201-м детском саду проводят занятия с грудничками, его мама узнала от знакомых. Сразу же подала заявку и собрала нужные справки. Сегодня у Вани уже третье занятие. Научились мы делать поддержки, научились мы делать упражнения, нырять в воду. И немножко укрепились даже, я бы заметила. Консультационный центр для родителей в детском саду работает с 2014 года, а службу ранней помощи открыли в этом году. Инструктор по физкультуре, психолог-дефектолог и логопед помогают семьям справиться с возникшими проблемами. Чаще всего сюда обращаются мама и папа детей, у которых есть особенности в развитии. Есть родители, которые просто получают консультацию, то есть и уже все довольны, а есть родители, которые приходят на дополнительные коррекционные психолого-педагогические сопровождения. Действительно, за 2018 год у нас 380 обращений. Если родители не могут привезти ребенка в центр, специалисты готовы помочь дистанционно. Заявки на консультацию и психолого-медицинское сопровождение поступают со всей республики. Для родителей и школьников с ограниченными возможностями здоровья консультационный пункт открыт в 7-й Чебоксарской школе. Светлана Карпова вместе с дочерью Дашей посещают специалистов уже второй год. С первого класса нами занимаются руководители, педагоги, психологи, логопеды, дефектологи. Динамика довольно-таки достаточная и в неделю, в несколько раз мы посещаем. Проконсультироваться со специалистами центров достаточно просто, говорят в Управлении образования города. Всю информацию можно узнать на сайтах школы и детского сада или позвонить к ним по телефону. Оксана Замятина, Семен Антонов, Вести, Чебоксары.